привет всем ребят сегодня я вам покажу как проверить обмотки форсунки от инжекторного мотора такие форсунки стоят в количестве равному количеству цилиндров я думаю многим знакомы у кого инжекторные моторы по сути это обычный электромагнит то есть внутри обмотка якорь игла когда по обмотке течет ток поднимается и корек с иглой в свою очередь поднимает иглу и открывается отверстие через которое топливо под давлением распыляется либо в коллектор есть где впрыскивать сразу в камеру сгорания это немножко другое вот эта вот форсунка она стоит в коллекторе впускном конкретно она это с peugeot но это неважно не суть в общем каким образом с помощью прибора можно убедиться а есть ли обрыв обмотки или нет потому что сколько мне попадались неисправных форсунок они в основном самое частое имели обрыв обмотки пореже имели пробой на корпус ну и было такое механическая неисправность то есть либо засоренные они либо просто деформированный но не суть нам надо проверить обмотка целая или нет для этого берем мультиметр обычный хоть электронный хоть стрелочный без разницы какой ставим режим измерения до 200 ом и просто без разницы какой полярности подключаемся к контактам немножко неудобно пардон фигур уже старенький ну вот 21 23 ома скачать немножко показаний тут надо будет контакты зачищать чтобы более точно определить но в любом случае нам уже понятно что сопротивление у нас имеется значит обмотка электромагнита целенькая и если форсунка не засоренная сейчас 19 ч показывает если форсунка не засоренная то она будет работать теперь надо выставить на предел 2 мегаома и относительно корпуса проверить нету ли пробоя потому что если форсунка будет пробивать на корпус впускной коллектор у вас металлический то есть соединен с массой двигателя то тоже будет наблюдаться перебои это не точная проверка форсунки то есть не полная если правильно выразиться следующую проверку я вам покажу в другом ролике когда все необходимое куплю то есть надо карп приобрести чистящие средства в баллончике у меня он лежит но к сожалению уже все давление все вышло с него но в любом случае следующем ролике покажу как с помощью лампочки проверить то есть действительно ли проходит ли топливо через эту форсунку заодно покажу как это чистить это устройство и на что обращать еще внимание но данный ролик посвящен именно тому как проверить именно обмотки электромагнита то есть обмотки самой форсунки рабочий или нет как вы видели обрыва нету на показания особо как бы не надеетесь потому что имеется погрешность приборов щупов даже два одинаковых прибора могут разные показания дать к тому же разные форсунки разные фирмы разные сопротивления главное что обрыва у вас нету это уже хорошо и если у вас будет показывать вообще 0 то есть как короткозамкнутый к примеру включите вас там но только погрешность щупов показывает это уже плохо скажу даже на этом приборе вот так то если вас будет показывать то ясно что какие-то проблемы то есть короткое замыкание либо обрыв то есть когда вы подключитесь контактом у вас ничего прибор не покажет это тоже говорит о том что электрическая часть форсунки не рабочая а на этом пока все кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забывайте нажать кнопку колокольчик чтобы не пропустить свежий ролик я обязательно вам покажу каким образом ее чистить включать через лампочку какую лампочку подключать каким образом это сделать удобней в общем не пропустите на этом я желаю вам успехов спасибо что вы нас смотрите что вы с нами конечно же увидимся очень скоро всем пока